Не забывайте, что в данном видеоролике у нас проходит конкурс на целых 10 контейнеров. Для участия нужно будет поставить лайк данному видеоролику, подписаться на мой канал и в комментариях указать свой игровой никнейм. Всё, как только у нас будет 1000 лайков по данным видеороликам, мы сразу, ребята, сделаем итоги данного конкурса. Ребята, у меня есть свой второй канал, который называется ViderPlay, и здесь начали выходить новые ролики по этой замечательной игрушке. Поэтому заходите, подписывайтесь, как только здесь у нас стукнет 3000 подписчиков, мы устроим, ребята, розыгрыш на целых 50, мать его, контейнеров. Поэтому, ребята, давайте, осталось совсем чуть-чуть, успевайте подписаться, ну и, соответственно, ролик смотрите. Ссылочка в описании. Всем привет, дорогие друзья, с вами Videry, и сегодня мы с вами будем, как говорится, играть на флэшплеере. Да, ребят, кто не знает, кто не шарит, это у меня технический аккаунт, на технических, ребята, аккаунтах, можно заходить в флэшплеер. Здесь, соответственно, ничего не влезает, никакая ни табличка, ни хреничка. Короче, здесь все четко работает, все нормально, более-менее вроде как нормально, поэтому... Короче, мы сегодня с вами находимся именно вот на этом, и сегодня 25-е число, вроде бы... А почему здесь пишут 24-е число, а сегодня 25-е же? Эй, давай, заразка убирайся, и число мне показано. Да, 25-е число. Короче, у нас завезли HD, высокополигональный перерисованный хорнет на основные, естественно, серваки. Сейчас мы это все дело потестируем, как это все смотрится у нас во флэшплеере, потому что до этого мы смотрели, как это все у нас выглядит на HTML, и на HTML, ну, вы сами понимаете, какая там графа, что в этом духе у нас там все происходит, поэтому вот такое вот дело. Блин, черт возьми, как же он круто выглядит, вот серьезно, я до конца не могу понять, как же его... Блин, 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 блин. И вот, кстати, я одного не понимаю. Возможно, сейчас меня кто-то из разработчиков смотрит, и вот почему нельзя было перерисовывать вот эти вот текстурки у нас задолго до HTML-версии? Типа, я знаю, что разработчики у нас там, знаете, много чего говорили про... Типа, вот сейчас у нас наступит HTML, и мы начнем там все делать, переделывать танки, но типа флэшплеер, я зашел через флэшплеер, здесь хорнет перерисованный выглядит тоже очень крутецкий, и как бы все это дело у нас прорисовано очень круто. Так почему бы вот этой темой не заняться намного раньше, то есть перерисовать вот эту всю фишку и... И все, и было бы, мне кажется, очень круто, очень nice, а нет разве? Потому что, ну блин, если на Flash это работает, на HTML это работает, какого фига? Какого, спрашивается, фига? Ладно, этот вопрос мы с вами опустим. Если что, разработчики мне на него ответят в комментариях, но... Да, кстати, ребята, не забывайте, что в данном видеоролике у нас проходит конкурс на целых 10 контейнеров. Для участия нужно будет поставить лайк данному видеоролику, подписаться на мой канал и в комментариях указать свой игровой никнейм. Все, как только у нас будет 1000 лайков по данным видеороликам, мы сразу, ребята, сделаем итоги данного конкурса. Поэтому всем удачи! Короче, у нас добавили только хорька же, да? Я ничего не путаю, да, хорек, вот эти, соответственно, у нас хопперы и арисы уже были. Они уже, соответственно, были у нас в танках, а по пушкам вроде как бы здесь ничего у нас такого сверхъестественного и не добавили, да. Ну, потому что хорек один у нас, соответственно, появился и все на этом. Так, подарочки у нас есть какие-то интересные? Типа, не, подарки у нас, типа, не завезли в еще HTML-версию, поэтому подарки новогодние у нас еще их нет. Да и, скорее всего, не будет уже в этом году, потому что, ну, типа, если нет на HTML-версии, то во флеш-версию нет смысла их никакого добавлять. Ого! Это минки-печеньки? Вау! Такое, ребята, было уже вроде бы в 2015-м или 2014-м году, я уже точно не помню, но вот печеньки у нас были. Вот это прикольно, вот это прикольно. Ну, интересно, у нас все так припачки перерисованы? Так, ладно, я, ребята, сейчас еще нахожусь на HTML-версии, я уже зашел здесь в магазик. Немножко обозреть и посмотреть, какие у нас здесь спецухи есть и что вообще интересного продается в этом всем деле. Вот, и я что-то, что-то я немножко охренел от цен, от тысячи голдов. 8 косарей, это еще со скидкой, ребята, со скидкой 80% на это все дело. Ну, я, конечно, понимаю, что здесь еще куча эффектов, но, блин, кому они нужны, кому они эти эффекты, когда... Не, такое все дело, на самом деле, 8 косариков. Вот эта спецуха у нас тоже с новогодней краской, вроде как прошлогодней, стоит 3 500. Вот это спецпредложение тоже со всякими скинами на шафта, на ариса, бустер, гирлянда. 4 косарика, здесь 2 косарика, ну, как бы, я понимаю, что, типа, скин-скины, ой, скин-контейнеры, вот это подкупает, ну, 2 косарика. И вот это меня очень сильно удивило, 2000 коинбоксов за 6,5 тысяч, ну, это очень дорого, да, я вот уже забрал халявную тысячу кристалли... Ой, 10, ой, кто ты, 100 кристалликов, вот, поэтому давайте я, наверное, еще заберу себе халявную соточку. Вот, и все, здесь, кстати, мина у нас по-обычному расположена, не печенькой нарисована, а жалко, прям, прям очень-очень жалко. Да, кстати, у нас сегодня, ребята, скидоны в магазине, так, ладно, время ошибки, там, произошла ошибка, это мы знаем. Хорош, хорош у нас выпендриваться, мы погнали, ребята, в матчмейкинговую битву играть, и, соответственно, сейчас будем с вами тестировать, смотреть, как вообще выглядит у нас ультра-харек через флэш-версию. Потому что во флэше, как вы знаете, сейчас у нас графика достаточно приятная, она мне намного больше нравится, нежели в HTML-версии. Ну, блин, ну, смотрите, ну, вот просто решает туманка. Добавили у нас туманочку, и все, ну, это, это же кайф, это, это же такой просто кайф, туманочка. У нас еще и харек. Я, кстати, вот до конца не понимаю, знаете, вот, опять же, ту тему, про которую я говорил, по стиму нельзя было вот эту всю фишку у нас замутить намного раньше. Типа, когда, это, это же еще можно делать и во флэш-версии. Ой, печенька, ребят, печенька, печенька, печенька. Мы поставили печенюху. Ля, печенюх какая, вот это печенье печенечное. Так, ладно, да сейчас мы, кстати, еще с вами пойдем, ребята, в обычную битву, какую-нибудь закрытую. А почему у меня урон не проходит, это нормально вообще? Походу мы пойдем намного раньше в эту обычную битву, потому что, а не, урон у меня проходит, это просто не отображается, потому что флэш-версия у нас, естественно, лагает. Да, я, кстати, ребят, последнее время на своих стримах и все ролики записываю исключительно на HTML-версии, потому что во флэш-версию уже нет смысла заходить. И все это потому, что здесь у нас тотально, просто полнейшая отключена всякая возможность нормально вот именно играть. Потому что ты у нас заходишь, хочешь где-то поиграть, хочешь что-то замутить, куча лагов, куча багов, критов. Вот сейчас там вражеский, ребята, вулкан играет, и у меня такие дичайшие лаги будут, это просто жесть. Лаги просто смерть, какие смертельные, серьезно. И еще за нашу команду один вулкан играет, да ты шо, да ты шо. Не, блин, ну прикольно. Вот серьезно, объективно прикольное. Самое то, что не на ясь крутое, что наконец-таки разработчики решили это все выкатывать бесплатно, потому что в этом-то вся и фишка, в этом-то вся и соль. То есть HD всякие скины перерисованные, крутецкие, это все нормально, это все годно. Но нужно и вот именно как-то, знаете, прогрессивно продвигать игру, чтобы в нее действительно хотелось поиграть. Чтобы заходил человек, допустим, новый в игру и видел не какие-то там квадратики, а вот что-то поистине прикольное и нормальное. Самое главное, чтобы это все оптимизировать для людей со слабыми ПК, чтобы можно было нормально покайфовать, поиграть в этом всем деле. Потому что это тоже немало-таки важная часть, потому что у многих у нас имеются компы достаточно слабенькие. И, соответственно, для этих компов у нас придумана вот эта вот фишка под названием... А, блин, а что это на штурм? Да, под названием оптимизировать. Ладно, короче, посмотрели мы это тело, как у нас все выглядит, поэтому давайте выходим и уже, соответственно, непосредственно перемещаемся в обычную битву, в обычную катку. И посмотрим, как у нас выглядит толпа этих самых минок. Так, ладно, давайте я, наверное... Блин, а какую? На чем? На каком-то зеленом фоне оно будет выглядеть именно прикольно. А где у нас зеленого фона много с Аликамс? Такой себе серпухов, мэйби, там есть какие-то такие... А, ну, в принципе, на вот этих вот площадочках, на всяких подъемчиках тоже будет достаточно прикольно это все дело выглядит. Поэтому давайте создаем, соответственно, заходим. Я не знаю, я просто хочу посмотреть на эти печенюхи. Ну, печенюхи это же, это же просто, ребята, печенюхи-печенюшные. Нужно что-то с ними записать обязательно, какую-то толпу сделать, чтобы прям было прикольно и было нормально. Так, ладно, ну, давай, давай, братан, резайся. Вот то, ребята, как раз-таки о чем я вам и говорил. HTML, ой, не HTML, а Flash-версия у нас умирает. Потому что я у нас зашел на эту карту и усе, пацаны, и усе. Так, мне даже гараж... А, так это я вообще в Total? А, нет, не в Total завис, я у тебя полный, я у тебя полный, друще. Так, мне нужно как раз-таки заминировать. Ну, давайте вот этот подъемчик мы с вами полностью заминькаем. Вот этими печенюхами. Ой! Ля, прикольно, прикольно. Просто очень офигительно эти печеньки смотрятся. Я не знаю, вот, вот, согласитесь же, вот такие, когда такие фишки вводятся на HTML. Вроде, с одной стороны, обычные минки у нас заменили текстуры на печенюхи. Но, черт возьми, как же это душевно и задушевно смотрится. Типа, просто печенюшки, просто обычные такие плюшки. И, как бы, как бы прикольно. Ну, серьезно, Сириусли очень прикольно, очень здорово это все дело выглядит. Потому что мне, по крайней мере, нравится. Я у нас, когда играл в этом 2013-2014 году, я просто, ребят, не помню, когда у нас, соответственно, эти печеньки вводились в танк онлайн. Но они уже были когда-то, пироги. Вот, и это все дело, мы там тоже проводили всякие конкурсы. Типа, убей ютуберов там, или что-то в этом духе. Там тоже было очень много печенек. И мы такие ездили на туре, как по какому-то тортику вкусненькому. Вот, поэтому нормально. Мне нравится, вот серьезно. Я, как бы, такую тему очень сильно одобряю. Потому что печеньки, это круто, это найс. Вы просто посмотрите, ребята. Это куча маленьких мини-тортиков, которых действительно хочется схавать. Ха-ха-ха. Оле, а как это все с доли выглядит, а? Ну, с доли, в принципе, ну, просто какие-то какашечки, да? Коричневые. Ну, когда вот подъезжаешь, да, они прикольно у нас высвечиваются. Не знаю, мне очень нравится. Вот, как бы, кто что не говорил, но мне это все дело нравится. И заходит, по крайней мере, такие вот плюшки-переделочки очень сильно. И, на самом деле, в этом-то и есть вся атмосфера новогодней тематики. Типа, ты у нас просто-напросто берешь, переделываешь какие-то штучки мизерные. И эти штучки уже довольно-таки неплохо выглядят. Так, кстати, по новогоднему оформлению у нас, соответственно, кустики ничем не украшены. А из новогоднего оформления только билборды. Блин, я, кстати, зря у нас выключил припасы. Потому что по припасам можно посмотреть, какие у нас парашютики. Поэтому давайте, мы сейчас создаем закрытую битву, паркурную и ящики с бонусами. Пусть у нас остаются. Я просто хочу посмотреть, что у нас там с парашютами. Какие у нас разрисованные парашютики, но и сам дроп. Потому что в прошлые года сами вот эти дроп-ящики, они тоже были украшены какими-то текстурками, типа снежными. Вот, поэтому это да, это дело такое. Так, поднимаем камеру наверх. Ну, такой прикольный, прикольный парашютик. Снежный, морозный. Но вот сами ящики, как и пол, у нас не украшены вообще ничем, да? Это типа и всё. Это и всё новогоднее оформление. Ну, блин, ну, хотя бы, ребят, печеньки у нас завезли. Вот чё-чё, ну, хотя бы печенюшки у нас, как говорится, есть. Нужно кустики украшивать. На месте разработчиков, я бы, знаете, на время праздников вот эти вот все кусты заменил на какие-нибудь мини-ёлочки. И всех украсил. Чтоб у нас везде, знаете, был суперский и крутой праздник. Вот такую бы фишку я у нас замутил. Но, ладно, ребят. Короче, на этом мы с вами будем прощаться. И заканчивать данный видеоролик. Кому он понравился, обязательно ставьте ему свой царский лайк. Также не забывайте подписываться на мой канал и нажимать на колокольчик. С вами был Вайдер. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok